Почему мы начали заниматься этим, почему мы начали заниматься борцовками, например, да? Так, Антоша, у нас что-то не работает. Значит, смотри, какая интересная вещь. После того, как мы вошли в олимпийскую программу, сам, да, мы должны соответствовать духу времени, мы должны соответствовать новым технологическим каким-то прорывам, и в том числе в спортивной обуви. И могу сказать, что когда мы начали этим заниматься, мы поняли, что куртку очень легко пошить. Пошить легко, например, шорты. Но оказалась самая сложная проблема, это проблема именно в спортивной обуви. И вот для примера могу вам показать вот эти борцовки. Этим борцовкам практически 50 лет. В этих борцовках выступал мой брат. Я их нашел в Новосибирске, на даче, и в этих борцовках и боролся я. У меня нога была маленькая. Ну, посмотрите, в принципе, в Советском Союзе все делалось из таких качественных материалов. И вот, ну, я не могу сказать, что у них 50 лет боролись, да. У них отборолись какое-то время, потом они лежали. Но вот эта обувь, она не выдержит никакие стандарты. Много хочется сказать, что в таких борцовках еще полмира борется. Это я могу сказать как специалист, и меня могут ребята поправить, если не так. Поэтому, то есть, ребята выходят и участвуют, и борются в таких борцовках. Это не наш вариант. Наш вариант другой, друзья. Наш вариант – это вот новая спортивная обувь, которую мы начали производить в Санкт-Петербурге. Производить на той платформе, которая у нас уже есть. Это у нас… Значит, смотрите. В чем вообще причина? Почему мы это начали делать? Почему мы озаботились о спортсменах? Все новые требования, новые нагрузки для спортсменов. Они очень жесткие. Они очень серьезные. Вот эти ставки, которые мы сейчас показываем, да, вот, значит, здесь идет защита плюсных стопы, защита лодыжки. И эта защита, как раньше, борцовка просто был поролон вставлен. Да, поролон этот не работает. Он сминается быстро, и он все, он изнашен, он не работает как надо. Вот с вот этой технологией, например, в этих борцовках выступает и боевое самбо. Боевое самбо, вы знаете, идут удары в челюсть, и вот этим ногой, и этой борцовкой идет удар. Но для того, чтобы смягчить удары, удар по лицу, мы и придумали вот эту защиту. Это защита из новых технологий, из новых материалов. Ну, друзья, я буду говорить быстро, я хочу ваше внимание задерживать. В принципе, вот то, что мы сейчас говорим, это все есть в специальных материалах. Если у кого-то будет какое-то желание, ну, и какие-то вопросы, мы все можем ответить. Да? Анатомическая форма колодки, то есть форма и размер борцовки максимально приближен к форме и размеру стопы. Это очень важно. Кажется, что это такое анатомическая форма. Мы очень долго работали над колодкой, и это был достаточно заплатный проект. Но когда наши борцовки, мы их тестируем на сборной Санкт-Петербурга, на сборной по боевому самбо. Это Денис Гольцов, который является неатагатым чемпионом мира по боевому самбо. Сейчас он, кстати, сейчас в Америке, он на боях М1, как бы, да? Значит, вот про стельку могу сказать. Вы, наверное, знаете, что стелька для обуви играет очень большую роль. Если, например, у кого проблемы с ногами, и когда нормальную, правильную стельку люди заказывают под себя, сразу же ходьба другая, сразу же идет нагрузка меньше на позвоночник. Да? И те стельки, которые у нас раньше в борцовках были, они не отводили воду. Они не... То есть они не впитывали и нога, а тело. И это была большая проблема, с которой мы столкнулись, и мы эту проблему решили. Решили грамотно, включая новые материалы и новые технологии. Ну вот, собственно говоря, я говорю про вот эти материалы. То есть здесь выполнено из инстинкционного материала OnStell, который был специально разработан ведущими европейскими компаниями для изготовления профессиональной спортивной обуви. То есть это дышащая подошва, дышащая стелька, которая не свинается, которая работает на борца. Ну вот, внешний вид их... Ну, друзья, борцовки сделаны, борцовки прошли, тестировали в Фиасе. И еще раз говорю, что здесь присутствует мой друг Евгений, который, например, он занимается спортивной экипировкой. И у него, мы уже давно начали говорить о том, что сегодня самбо должно выходить в классных кутках, в качественной, правильной обуви. Сегодня должна быть защита, правильная защита для коленных суставов. То есть для боевого самбо. У нас разработаны шлемы, у нас разработаны перчатки, у нас разработаны капы. И в принципе, в принципе, наша вся задача стоит в том, чтобы спортсмен был одет, экипированный в лучшем, в качестве лучших, хороших материалов. Все, спасибо. Я коротко, если какие-то вопросы, я потом отвечу. Спасибо. Сейчас наш друг с русского делового форума, русский дом, директор русского дома, Роман Бавилов. Добрый вечер. Добрый день. Я прошу прощения, учитывая, что киприоты здесь рассказывали про россиян, так скажем, не про русских, а про россиян. Подчеркиваю, я все-таки решил выступить, извините, но я не выступил. Значит, первое, что бы я хотел сказать, Юрий Луфанов, я ваш вызов принимаю. Предложили, я уже, так сказать, забыл, так сказать, о чем вы спорили, я со всем согласен. Я принимаю ваш вызов, но учитывая, что это на ковре будет, вы не сказали, что это будет самбо, я выберу способ, как мы будем, значит, это... Ну, я сразу предупрежу, либо шахматы, либо подкиднула дурака. Супер. Я думаю, это будет лучше. Значит, я представляю, да, я 8 лет проработал в посольстве, советником по культуре. Я был директором Российского центра науки и культуры в Никосии, который принадлежит Министерству иностранных дел, а точнее, агентству Россотрудничества, Министерству иностранных дел России. Вот, это интересная работа была, мы занимались культурой, развитием культурных, экономических и деловых связей, значит, как мы сейчас. Сейчас я руковожу здесь русским домом, который является не правительственной организацией и не государственной организацией. Мы зарегистрированы по местному законодательству и занимаемся той же культурой, но только в меньших класс масштабах, потому что, учитывая наши возможности, денег у нас нет, сколько у правительства и так далее. Значит, учитывая, что киприоты тут называли некоторые цифры и так далее, я быстро повторюсь, грузить не буду. Во-первых, у нас около 50 тысяч русскоязычных, не русских, русскоязычных соотечественников на Кипре. Я представляю руководящий комитет, совет соотечественников Кипра здесь, значит, я представляю. Я здесь 15 лет живу, я россиянин, паспорт русский, и я обещаю, что в скором или не в скором, в какое-то время я вернусь в Россию. Мне кажется, вот эта конференция, она очень интересная, потому что она, во-первых, впервые, во-вторых, она показывает такие интересные возможности, значит. Ну, я бы вот эту штуку, конечно, не бросал бы. Это исторический момент, и он достоин быть в музее. Не свините, да. Вот, поэтому мне вот очень интересно это, и очень интересно, в связи с другими российскими, я сейчас говорю о российскими выступлениями, очень интересно вот это во Владивостоке, то, что вы говорили про Владивосток и так далее. Я примерно 20 лет был первый и последний раз, к сожалению, ну не последний, но первый раз во Владивостоке. Мы с французской делегацией, нас принимал флот там, военный флот, и тогда, что-то я не посмотрел на карту, оказывается, и Владивосток, и Сочи, это, в общем-то, на одной широте. Ну, вода похолоднее, наверное, да. Кен все-таки поздравнее. Последние годы уже, да. Ну вот, вот. Поэтому у меня есть к вам такое предложение. Во-первых, уделить большое внимание Владивостоку и отдать им половину территории России, потому что лететь далеко и так далее. Все желающие из другой половины, конечно, тоже полетят в Владивосток. А я предлагаю, вы знаете, здесь на Кипре несколько лет назад ассоциация этих боксеров, да, профессиональная. Они под Варнакой сделали очень прекрасный такой, ну, не гостиницу, а такой клуб, дом, значит, дом где-то с гостиничными номерами небольшое. И там очень большая территория, и они даже церковь построили там. Ну, я не призываю, убей бог, значит, ну, не убей бог, они призывают строить церкви здесь, с этим проблем нет, с церквами. Ну, может быть, вы как филиал, вы же в Сочи еще хотите, значит, я сейчас посмотрел сделать это, тоже очень интересно. Может быть, как филиал, можно здесь на Кипре сделать что-нибудь подобное, значит, какой-то, вот, как эти боксеры сделали. Будут и самбисты приезжать, будут и дети приезжать и так далее, и так далее. Не надо делать громадное что-то такое, а вполне доступное место мы можем помочь подыскать, и если обратиться, например, к церкви, и правильно к ним подойти. Они вообще даже бесплатно могут дать землю, но только вы постройте там что-то полезное, там, для муниципалитета, там, и так далее, и так далее. Вот это вот мое такое, значит, короткое предложение. Что касается Лимассола, его называют русской столицей, здесь примерно половина из тех заявленных 50 тысяч русскоязычных людей проживают в Лимассоле и в окрестностях. С детьми, с русскоговорящими, которые хотят заниматься и будут заниматься самбо, я в этом уверен. Да, вот по самбо, там, 50-45 лет назад я не мог по самбо, по боевому. Но, правда, я не преуспел, значит, в армии, там, чему-то нас научили, там, знаете, как это. У вас все еще впереди. Да, да. Я помню, был такой театральная постановка, значит, мы ниже подписавшихся в театре сатиры. Да, и вот, значит, один, там, девушка, с нами куда-то поехали, там, что-то такое, комиссия и так далее. И там была очень красивая девушка, ей было 30 лет. И Бакбанов, смотря на нее, на эту красоту, так задумчиво говорил, «Какая вы молодая и красивая, у вас все впереди». Ну, извините, это не сексизм, значит, но это к вашим советам. Я немножко сумбурно, потому что я не готовился выступать, поэтому мое выступление, это, скажем, несколько сумбурное. Ну, вот, во всяком случае, это те вот основные вещи, значит, которые я бы хотел сказать. Здесь 9 месяцев в году можно плавать, купаться и заниматься спортом. И футболисты наши здесь, и велосипедисты, и какого тут наших нет, которые здесь, значит, сезонами занимаются и так далее. Я возвращаюсь к русскоязычным детям, я думаю, что здесь никаких нет проблем, если такие видные люди будут презентовать какой-то клуб, там, самбо и так далее, значит, это не то, там, карате, маяквизи, там, вот, а это будет самбо, я думаю, что это намного интереснее, во всяком случае. Ну, вот, собственно, все, что я хотел сказать. Если есть какие-то вопросы, я быстро отвечу на это дело. И, а так, вам большого успеха и спасибо, что вы мне дали все-таки возможность это. Не забудьте про... Я и мужа. Про кеды, не забудьте, пожалуйста. Если вам негде ставить, и мы поставим на трусом доме. Супер, супер. Дайте приветствую нашего друга. И я думаю, что по-русски, кто должен пропагандировать боевые искусства через национальный вид борьбы с самбо, и то, что дети здесь хороших и интересных людей, они должны все пойти через школу самбо, это их сдружит, это их сделать сильней, и они будут своей культурой продвигать нашу российскую культуру. И поможет жить на гигере. Конечно. Иногда это полезно, знаете. Спасибо, друзья. Сейчас еще более критик.